Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 11 октября и я продолжаю описывать мелкоплодные томаты, которые идеально подходят для консервирования и которые у меня в это время, в середине октября, еще плодоносят. Некоторые уже собрала, но они все равно остаются в прекрасном состоянии. Сейчас я расскажу о сортах, которые я выращиваю много лет всегда. Это классический дамский пальчик, медовая капля, вот этот вот ляна, несмотря на то, что он скороспелый, он до сих пор у меня весь в плодах, и медовая капля, оранжевые сливки. Эти сорта я выращиваю на протяжении многих-многих лет, какие-то даже более 10 лет. И также расскажу о новых сортах, потому что к этим мелкоплодным, которые хорошо можно засаливать, можно отнести еще и вот новая акварель, которую я первый раз нынче посадила. Нынче у меня есть новинка, вот перцевидный желтый, очень мне понравился. А также все сахарные пальчики, банан красный, банан оранжевый, все я сейчас их собрала. Какие-то, вот в большом количестве у меня остались, какие-то уже несколько экземпляров оставила чисто, чтобы показать вам. Потому что летом у меня нынче, сейчас посчитала, 198 сортов томатов было высажено. Естественно, что летом я не успеваю все вам показывать и рассказывать. Особенно этим летом была засуха, я только бегала со шлангом. С шлангом по всему огороду, у меня не было времени даже видеообзоры. Я планировала много, но получилось меньше видеообзоров. И сейчас один за одним я постепенно вот эти все сорта, которые у меня еще сохранились, я вам расскажу. Начну, конечно, с классики, с жанра засолочного. Сейчас дамский пальчик уберу, он будет в следующем. Буду рассказывать в одном видео про один сорт, чтобы вам не путаться. Вот это медовая капля. Это общеизвестно, все ее знают, многие ее высаживали. Ну, у нас сейчас разговор будет для тех, кто, возможно, еще ни разу не садил, не выращивал эту медовую каплю. Я расскажу о медовой капле. Конечно, это такое растение необычное. Потому что он, мало того, что индетерминантный, с неограниченным ростом, он вырастает, вот у меня даже, до двух с половиной метров. Это что-то необыкновенное. Вот он растет, растет, растет. Я вот их сняла, они до сих пор у меня сейчас стоят в огороде, они уже голые, я их обобрала. Но они все еще растут. И из-за того, что он устойчив к основным заболеваниям, у них еще и зеленые листья, так же, вот как я про петрушу показывала, они очень такие стойкие, несмотря на то, что сами они вот плоды нежные такие, сладкие. Короче так, он индетерминантный, может вырасти два с половиной метра. Теплица вообще вырастает выше крыши. Лист картофельный, красивый, вы его ни с чем не спутаете. Даже когда будете высаживать рассадой, картофельные вот такие изумрудные листья, это у вас будет медовая капля. Картофельных листьев мало, так что вы... Я очень люблю с картофельным листом томаты, потому что в рассаде они не путаются с другими. Он образует очень много пасынков, и специалисты его рекомендуют, что можно выращивать в 2-3 стебля. Но я уже давно, много лет, испробовав все варианты, не трогаю его совсем. Не 2-3 стебля, а вообще вот сколько вырастает, столько и вырастает. И 10 может быть, и 12. И поэтому куст получается весь увешан вот этими желтыми грушами. Вот у меня же я в коловой культуре выращиваю, 10 или 12, я их все просто стягиваю, связываю веревкой и еще раз стягиваю. Все, это весь уход мой за медовой каплей. Ничего не обстригаю, ничего не убираю. Все, что выросло, все мое. И поэтому урожай вот огромный. Я всегда говорю, что я мелкоплодная. Я ни верхушку не обрезаю, ничего лишнего не убираю. Обычно верхушку обрезаем для укрупнения нижних кистей. А тут они все одинаковые. Вы видите, вот они все почти одинакового размера. Что на нижней кисти, что на средней, что на верхней. Если это не влияет на их размер, зачем тогда убирать пасынки, удалять верхушку. Но я для себя так решила давно. Может быть, кто-то выращивает по-другому. Я выращиваю так. Все веселые компании, сколько родилось их, они столько и висят до самой осени. Вот сейчас, в середине октября, я их обобрала. Они небольшие, 30 грамм. И это позволяет употреблять их, использовать для цельноплодного консервирования. Очень красиво, очень удобно. Раньше, когда у меня дети были маленькие, я прям в трехлитровые банки медовую каплю закатывала. Десертным способом, сладким. И это получается именно не солонина, а вот такой деликатес. Открываешь зимой, вот эти вот грушки, естественно, они не разваливаются из-за того, что они маленькие. Они все целые. Прям выгребаем ложкой полную чашку вот этих грушек, и дети едят. Они кистями растут, и в кисти от 15 до 25 штук, может быть. Они прям все-все-все вот так увешаны. Они чем-то похожи на виноград. Подойдешь и действительно ассоциируются с виноградом. Вот такие кисти висят, они и размером не намного больше, вот эти грушевидные. У них очень ярко выраженный сладкий вкус. Я всегда говорила, повторю еще раз, оранжевые и желтые томаты, они всегда более сладкие, чем красные. И вот эти вот желтые и оранжевые томаты, они идеально подходят для детского питания и для диетического питания. Во-первых, они сладкие, не кислые, там кислотность пониженная. Во-вторых, они маленькие, ребенку удобно, даже маленькому. Дашь одну помидорку, он ее съест. Конечно, вы большую помидорку не можете дать, она польется вся. Со всех сторон он хорош. И назначение плодов универсального. В свежем виде, пожалуйста, сладкие. Вот они прям, именно медовая капля соответствует названию, они сладкие. Можно в свежем виде употреблять. Можно консервировать из-за маленького размера, очень удобно. Прям можно насыпать в банку, заливать рассолом. Можно просто украшать блюдо. Вот сейчас сделаете, например, котлетку, картошку. Раз-раз-раз пять этих грушек. И даже ребенок, который, бывают такие проблемы, что плохо ест, увидев вот такое украшение, я думаю, что он обязательно скушает и вашу котлетку, и вот эти помидорки. Все. Это была медовая капля. Это классический такой сорт, который всем известен, почти всем. Но тот, кто, может быть, мало о нем знал, я хочу восполнить ваши пробелы. И вот рассказала о нем подробно-подробно. Еще такой же сорт у меня есть, оранжевые сливки, похожий. Но только видите, медовая капля действительно желтая, а оранжевые сливки, они оранжевые. Если вначале они такие же, как медовая капля, цвет желтенький, то потом они приобретают оранжевый цвет. Но о них я расскажу позже. Но эти вот сорта очень похожи друг с другом. Если вы, например, приобрели один сорт такой, этот можете уже не брать. Они почти одинаковые на вкус, и такие же эндотерминатные, и такие же обильные. Также все увешано будет у вас с плодами. Но оранжевые сливки будем в следующем. Пока что вот было знакомство с медовой каплей. До свидания. С вами Ольга Чернова. Забыла сказать, что у них очень хорошая лёжкость, и они очень долго могут храниться. Если вот эти вот, которые сейчас сильно переспелые, их нужно сейчас употреблять, а которые я сняла в фазе молочной зрелости или совсем зелёные, я буду укладывать на хранение в подвал, и около месяца они пролежат точно. Две-три недели это гарантия. Лёжкость у них отличная. Лёжкость у них отличная.